В микрорайоне «Зелёные аллеи» прошла встреча главы Ленинского округа Станислава Катарова с местными жителями. Люди утверждают, застройщик отошёл от изначального плана благоустройства жилого комплекса, в который входило создание сквера. Вместо этого приступил к строительству на этой территории парковки, не указанной в схеме. Они делают примыкание к данному бульвару и построили компенсирующую парковку на 20 машиномест. Жители жилого комплекса «Зелёные аллеи» создали инициативный проект благоустройства территории, который сохраняет план застройщика, но при этом учитывает пожелания жителей. Среди них детская площадка, пространство для занятий спортом, а вместо парковки – тротуар. Эта концепция продумывается, чтобы движение шло практически бесшовное, один переход дороги, безопасный. Глава муниципалитета одобрил проект жителей с небольшими поправками, увеличив пространство для активного отдыха, включив в него футбольную и баскетбольную площадки и тренажёры. В целом я готов эту историю поддержать. Единственный момент, который я вижу и то, что мы с коллегами обсуждали. Вот здесь площадка для занятий спортом, буркаутом, она очень маленькая. Предлагаем сделать универсальное такое, объединённое. Андрей Владимирович, я смотрел, что земля вылезает, но если только мы их ставим вот таким образом. Жительница микрорайона «Зелёной аллеи» Екатерина Старовойтова обратилась к главе округа с просьбой сделать единое пространство с пешеходными дорожками. Мне постоянно приходится переходить дорогу, чтобы пройти с одного места в другой. Поэтому нам, конечно же, хотелось бы, чтобы это было единой территорией. Глава муниципалитета одобрил создание единого пешеходного пространства с учётом троп, которые уже проложили жители. Так дороги сохранят привычную для людей комфортную схему движения. Станислав Катеров дал распоряжение своему заместителю Андрею Алюкову начать работы по благоустройству пешеходной территории. Диагональные вот эти вот все дорожки, чтобы кто по тропинкам ходит. Я предлагаю их только не так геометрически, может быть, правильно сделать, а посмотреть и постараться их геометрически совместить с натоптанными. Я предлагаю Андрею Альовичу всё-таки это вот с учётом сделать, потому что как люди привыкли, пойдут вот там, где удобно. Поэтому я предлагаю делать сразу, как удобно и всё. Жители отметили эффективность таких встреч. Отстоять какую-то идею интересную, которая, в принципе, будет устраивать большинство, не составляет труда. Только совместно мы можем принять какое-то решение, которое строят абсолютно все. Встречи главы Ленинского городского округа с жителями позволяют оперативно решать вопросы граждан, а главное, способствуют улучшению городского пространства. Инга Янчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.